Добровольная пожарная дружина предприятия спешит на эвакуацию персонала. Через несколько секунд во двор въезжает машина спасателей. На втором этаже административного здания Харьковских энергосетей произошло возгорание. Такова легенда учений. Добровольная дружина собственными силами успела эвакуировать часть персонала. Однако двое мужчин самостоятельно не смогли выйти из здания из-за плохого самочувствия. Первоочередная задача спасателей – максимально быстро эвакуировать людей из горящего здания. И лишь потом они приступают к тушению пожара. В зависимости от планировки, в зависимости от сложности пожара, на котором люди, на котором этажи находятся, на боевой разворот дается до минуты времени. И спасение людей максимально простыми, быстрыми путями. Далее по сценарию сотрудников предприятия обучают пользоваться огнетушителями разных видов. Среди работников находятся желающие самостоятельно опробовать устройство. Мы учимся. Каждый год у нас такие тренировки, занятия, всякие лекции. То есть как бы мы практикуемся и каждый, в принципе, у нас знает, как пользоваться огнетушителем. Именно отсюда электроэнергия поступает в дома харьковчан и жителей области. Предприятие – Харьковские магистральные электросети – потенциально опасный объект. Уровень напряжения в системе – 330 кВт. Основное оборудование – автотрансформаторы, отвечающие за нормализацию напряжения. При потере одного из автотрансформаторов нужно применять режимные мероприятия как по городу Харькову, так и по Харьковской области. Где-то что-то включать, где-то что-то отключать. Возможно, вплоть до введения графика аварийных отключений. Второй этап учений – отработка взаимодействия сотрудников предприятия и спасателей в случае пожара на одном из трансформаторов. Сначала добровольная дружина объекта отключает и заземляет оборудование. Далее проводится локализация возгорания. Действуя своих подчиненных, руководство пожарной части оценивает строго. Сработали на четверочку. Есть вопросы по действиям нашим сотрудникам. Потому что каждый год непосредственно и отрабатывается этот объект. Но люди меняются, поэтому надо отрабатывать именно взаимодействие сотрудников объекта и наших сотрудников. Подобные учения проходят ежегодно. В этот раз серьезных ошибок ни персонал предприятия, ни спасатели не допустили. Оксана Зинковская, Борис Буцевич, Медиагруппа, Объектив.